Девушки отдыхают Шарик, это что? Палочки для мороженого, ты же сам просил Балбес ты на палочке, давай бидон со сливками Вот так вот Это сметана Ну все надо контролировать, а? Подумаешь, было бы сметанное мороженое Ой, спина! Аккуратней! Ох, мое мороженое! Если сейчас не сварим, все на жаре скиснет! Не волнуйся, Матроскин, мы с дядей Федором быстро справимся Без меня? Да у вас не мороженое, а клей фруктовый получится Ой-ой-ой-ой-ой! Успокойся, Матроскин, ты нам рецепт напишешь, мы по нему и приготовим Или ты нам не доверяешь Кто я? Доверяю Сахар кипит, варим двадцать минут Варить десять минут Ой, балбеша Замбалбет Стой! Куда? Конец связи, Матроскин! Кто там? О! Масло сливочного, запятые Яиц два десятка, взбить, тчк Понятно? Взбить, тчк Работает! Сок ягодный, тчк Перемешать по часовой стрелке, тчк Огонь убавить Против часовой, запятые Сливок больше, тчк Шарик балбес, тчк Галчонок, тчк Эх, сломалась птичка Матроскин, прием Скажи что-нибудь Помешивать каждые полчаса Матроскин, если что, ягоды я положил Шарик, я все вижу А что, камера работает уже? Почему не по рецепту? Матроскин, жестик, плавнее Крышку Температуру прибавить Убавить Прибавить Мешать Ай 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 Шарик, дядя Федор Прием Гаврюша, ко мне Продолжаем Не мешать Заботая Дядя Федор, аккуратнее тяни Ух, ух, не застряли И как вам после этого доверять? Ну все Сварили мороженку Я сам все сделаю Гаврюша, вперед Поздно Матроскин, сюда Мое мороженое, как так-то? Ой О, новый рецепт Матроскин в сахаре называется Смотри-ка, и спина прошла Я же все контролировал И переконтролировал Вот видишь, Матроскин Когда доверяешь Все намного проще становится Эх, жаль только, что без мороженого остались Да Но я же говорил, что сахара надо было побольше положить Шарик, никакой не балбес Я ведь уже давно на канал подписался Чтобы новые серии не пропускать И ты скорее жми на кнопку Чтобы стать нашим лучшим другом Ох, Вера Павловна, мне не до смеха До моего отъезда к бабушке нужно все успеть Ай Ты чего, Матроскин? У меня ж перерыв Крядки сделаешь Вот и будет тебе перерыв А тебе, Мурка, шоколад вообще нельзя Вот так, дядя Федор, поживее Иначе поезд без меня уедет Не волнуйся, Матроскин До вечера все успеем Ты чемодан собрал? Ах, че, чемодан! Не волнуйся, как же Да без меня они вообще ничего делать не будут Хм, шоколадный напиток Осторожно, очень бодрит Да, когда дел много, взбодриться не помешает Перерыв Перерыв Понравилось? Да она с ума сходит Тут написано, что действие шоколада длится шесть часов Значит, надо просто подождать Мое белье Мои грядочки Нет, дядя Федор, не могу я ждать Через шесть часов от моей фермы одни щепки останутся От Мурки что? Не паникуй, Матроскин Надо ее поймать и успокоить Ой, сестренка, тебе давно спать пора? Иди, дядя Федор, мы с Матроскиным разберемся Субтитры сделал DimaTorzok Никудышный из тебя ковбой, Шарик Это из тебя никудышный, этот, держатель веревок Тише Ой, Вера, парень Точно Паю-паюшки, пою Колыбельную пою Колыбельную пою И не надо тут му-му Ура, сработало Матроскин, пора переходить к плану Ша Ша, значит Шарик Шарик, ты что, совсем? Мурки и так от шоколада плохо А ты ее еще хочешь конфетами накормить? Да не накормить, а заманить А теперь за работу Если поторопимся, еще успеем все до моего отъезда сделать Что же это делается, дядя Федор? На моих глазах ферма разваливается А я даже сделать ничего не могу Матроскин, не переживайте так Вместе мы быстро все сделаем Да не надо быстро Больше никуда торопиться не хочу Бабушке уже все равно не успею Успеешь Я твой билет на завтра поменяю Ого, уже шесть часов? Значит, действие шоколада прошло Наконец-то, Мурка моя, снова спокойной стала Вот от Мурки моей какая польза Потому что она шоколадное молоко давать стала Теперь вторую ферму откроем Шоколадную Заживем Чемодан Чемодан забыл Кукла Ам Ам Ко-моему, дикари и те спокойнее ели Дикарям не надо было сториз снимать У меня велел звонок солить Время свое планировать надо А завтрак есть спокойно, тщательно пережевывая А иначе... Приятного аппетита! А это что, позвольте спросить, за такие планы у вас подробные? А это я в двенадцать часов на конференции выступаю О пользе кормления коров четырехлистным клевером Ну, а для пользы людей к чаю у вас что-нибудь имеется? Угощайтесь! Что-то Оля на связь не выходит А уже десять Такое абсолютно невозможно! В десять я всегда обувь гуталином чищу А сейчас одиннадцать Стоят ваши часики Как одиннадцать? Я все пропустил! А мне еще надо в коровники прибраться и графики доделать Так вот, почему надо медленно есть Ой, ужас! Как же я теперь выступать буду? Вода не поможет! Верный способ! А ты, коты, не дышать! Может, чеснок пожелать? Или там горчичник поставить? Балбес ты, Шарик! Это все от простуды! Я в интернете читал, что надо вверх ногами повисеть И кот уйдет Было же какое-то верное средство Похлопать! Нет, это вроде на концерте Эвна как! Обычно летучие мыши вниз головой висят А у нас простоквашина Коты! Ха-ха-ха! Что за хулиганство? Так и слуха лишиться можно! Не слуха, а икоты! Я вспомнил! Нужно неожиданно нападать И икота тогда сразу пройдет Чеш в паломнике страшного! Как же ты Неожиданно Пугать будешь, если рассказал об этом Не волнуйся, матроскин Мы тебе такую неожиданность устроим В ужасе будет Интересно тут у вас Рад бы остаться Но я ужасы как-то не очень Больше комедии люблю А-а-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Да! А-а-а-а-а-а-а! Ты-ты-ой! Матроскин, у нас идея Нет, хватит! Я больше ваших идей не вынесу! Не переживай! Это супер идея! Давай, Шарик за тебя конференцию проведет! Да! У меня и опыт есть перед камерой выступать! И вместо икоты Шарик будет заикаться перед камерой! Потому что ничего не знает! Ты подсказывать будешь? Никто и не догадается! Ну, как там ваша икота? Да! Испужалась? Так я и думал! Молодежь! А фантазии и пуганий никакой! Что это? Сто процентное средство от икоты! На соседей испробовано! Он не то что икать! Моргать перестал! Все! Довольно! У меня конференция через 10 минут начинается! Тяжелый случай! А может, разобьем любимый сервиз Матроскина? Вот он испугается! Скорее разозлится! А он у вас все время злобный и напряженный! Может, поэтому и не боится ничего! Точно! Дядя Печкин! Да вы гений! Все! Завалю я выступление! Людей подведу! И коровок моих! Хватит меня пугать! От этого только вред! Матроскин, не переживай! Мы новый метод нашли! Полный релакс! И вот это хороший метод! Расслабляющий! Дядя Федор! Ну я же просил! Ну ладно, Шарик! А вы, товарищ Печкин, ну взрослый же человек! Мне и кает! Работало! Ура! Ура! А у тебя что нового? Ну, Гаврюша очень ромашки полюбил. Скоро они из всего простоквашины исчезнут. Ой, а у меня тоже есть ромашки. Правда, несъедобные. Очень красивые. А кто подарил? Сама сделала. Из полимерной глины. Увлекаюсь. А у тебя какое хобби? У меня... Простыня! Нет, бельем у нас Матроскин заведует. А по-моему, Гаврюша. Матроскин, Шарик, Гаврюша! Оля, я перезвоню. Дядя Фёдор, ты чего? Всё в порядке. Ой, когда в порядке, обычно крышечку с бутылочки снимают. А ты уже три минуты закрытое молоко наливаешь. Ха-ха-ха. Это чё? Я вот однажды целый час семейства бобров с закрытым объективом снимал. Ха-ха-ха. Потому что ты, Шарик, балбес. А у дяди Фёдора что-то случилось. Оля спросила, какое у меня хобби. А я не знаю. Вот ты, Матроскин, шьёшь. Тамо-тамо изобретает. Вера Павловна рисует. Шарик фотографией увлекается. А я какой-то... Неувлекательный. Дядя Фёдор, ну нашёл, за чего расстраиваться. Ну если хобби нет, его надо найти. А где его искать-то? О, репетитор по творчеству. Недорого. Недорого, это не бесплатно. А мы тебя, дядя Фёдор, сами увлечём. Давайте. С кого начнём? Того-того. Эх, хе-хе. Это экспериментальный образец. Требует доработки. Ага. По-моему, он добавки требует, а не доработки. Робототехника явно не моё. Да и с чертежами мне не очень понравилось возиться. Ну тогда переходим к плану Р. Рисование. Мэрия. Мэрия. Ой-ой. А-а-а! 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 Э-а-а! А я новый букет сделала. Вот. Красивый. А я сегодня сделала неуправляемого робота. Нарисовал портрет, за который чуть не забодали. Сшил странные ползунки и разбил вазу ради смазанной фотографии. Ого! Какой насыщенный день! Ага. Только всё зря. Хобби я так и не нашёл. Может, твоё хобби – это пробовать что-то новое каждый день? Ну, пока не найдёшь. Да, хобби мы дяде Фёдору так и не нашли. Может, дяде Фёдору в кружок записать? Простоквашина кружки только на воде бывают. Придётся ему в город ехать. Нашёл! Моё хобби – пробовать каждый день что-то новое. Это как? Есть сметану вилкой? Ходить задом наперёд? О! Умываться вареньем. Нет, я про увлечение. Буду каждый день пробовать что-то интересное. Завтра буду кондитером. Послезавтра – жонглёром. А сегодня – собачьим парикмахером. Может, лучше садоводом, а? Ну, нет. Сначала укротителем роботов. Помощник слушает. Сколько языков существует на Земле? На Земле насчитывается 7174 языка. Вера Павловна, чего ты хочешь? Нет. О! Нет! Я не понимаю, чего ты хочешь. О! Кажется, я знаю, кто нам поможет. Тама, нужна твоя помощь. Тебе нужна, а мне нужнее, дядя Фёдор. Но мы же с ремонтом конвейера ещё не закончили. Я на минутку, Матроскин. Не могу понять, чего хочет Вера Павловна. Был бы переводчик с детского языка. Хорошо, что я своих коровок без всяких переводчиков понимаю. Держи, Гаврюша, твой любимый. Задайте фразу для перевода. Какой смешной голос. Ух ты! Работает! Работает! Всё это, конечно, замечательно, но конвейер сам себя не починит. Мохнатый бачок, не правда ли? А давайте весело прыгать. Прыгать? Но Вера Павловна не умеет. Поэтому и просит попрыгать вместе с ней. Видишь, как ей весело. Не отставай, дядь Фёдор. Ну да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы по хозяйству не помогать. Ещё и Гаврюшу приобщили. Сам бы он до такого не додумался. Побежали вокруг дерева. Давайте закапывать вкусняшки. Давайте ловить бабочек. А теперь поваляемся в грязи. Что-то не похоже, что Вера Павловна этого правда хочет. Так переводчик же перевёл. Всё лучшее для Веры Павловны. Гаврюша, ищи. Гаврюша, ищи. Ты пахнешь, как ромашки. Проведём эксперимент. Вера Павловна, скажи что-нибудь. Гаврюша, голос. Эх, какие же у тебя золотые лапы, Тама. Если б не ты, у меня уже всё молоко бы скисло. Тама-тама. Хи-хи-хи-хи-хи. Опять этот лопух. Кто? Я? Да, Вера Павловна, не ожидал я от тебя такого. Это всё дурное влияние шарика. Матроскин, переводчик переводит Гаврюшу, а не Веру Павловну. Гаврюшенька, миленький, ну как же так? Я тебя люблю, кормлю, а ты меня лопухом обзываешь? Тебя очень люблю, лопух не люблю. Всё-таки работает эта штуковина. Работает, но не так, как хотелось бы. Видимо, чтобы Веру Павловну понять, придётся ждать, когда она говорить научится. Эх. Дядя Фёдор, не грусти. Вот тебе тыквенный пирог, он настроение подымает. Ты б ему ещё пирог из огурцов предложил. Держи, дядь Фёдор, абрикосовое варенье. Полноценный источник радости. Ох. Ох. Даду. Вроде похож. А волосы почему зелёные? Ох, спасибо, Вера Павловна. Ох. Я понял, в чём дело. Мы тоже поняли. А что мы поняли? Шо Вера Павловна цвета не различает. Да нет же, у неё оранжевая краска закончилась. Она же мне это столько раз говорила. Только без слов. Сейчас, Вера Павловна. Вот дядь Фёдор, а тебе зелёный цвет волос идёт. Ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи. Продукты мои фермерские не трожь. Признавай поражение и брысь моё черт… онлайн магазин. Сам брысь из моей блогерской студии А вот и завтрак Самое время сесть за стол переговоров Ну правда, хватит уже из-за чердака ссориться Поделите его поровну Рагу не сдается мой старый чердак И бутербродами своими неправильными Сами завтракайте Мы еще посмотрим, кто кого Ложись И сколько это будет продолжаться? Мы уже все перепробовали Даже бутерброды Я их такими никогда не видел Не знаю, что делать Может, само все уляжется Скорее отвалится И кто в нашем доме за порядком следить будет? В доме за порядком обычно домовой следит А вот на домового ответственность перекладывать не надо Сами разберитесь Все, мы в парк К вечеру конфликт должен быть улажен Как улаживать будем? Прием, прием Домовой за порядком следит У меня есть мысль Пшшшш Получай! Операция домовой начинается Довольно! Кто осмелился устраивать бардак на моем чердаке? Ой Кто здесь? Я домовой и беспорядок не потерплю Освободить тяжелплощадь немедленно Это незаконное выселение У меня еще бабушка тут жила Ах так? Меня не слушатся Ну, держитесь Что? Я не готов выселяться Я еще популярным блогером не стал Да никому я свой чердак не отдам Чего это он твой? Мой Мы теперь оба без нашего чердака можем остаться Тут действовать надо Мы наш чердак не отдадим Круто ты, папа, с домовым придумал Думаешь, они нас не рассекретят? Я инженер У меня все продумано А почему домовой голосом папа разговаривает? Шарик, ты балбес! Ну вот Скоро мама приедет А у нас и тишина, и порядок А-а-а! Сейчас мы ему покажем! Ой! О-о-о! Ух ты! А что происходит? Ловить его будем На муке следы видно Я в детективном сериале видел Посторонись! Вот это да! Давай стремянку сюда, дядь Федор Зачем? Скрытые камеры повесим Быстро вычислим, где этот домовой прячется Крепче приколачивай У меня камера тяжелая И самое важное Отвар из лука и старых тапочек Он дымовых в гипноз вводит Это мне бабушка в детстве рассказывала С вами говорит домовой Теперь вся квартира моя Убирайтесь с моей жилплощади! Ай! Уй! Это не мы Это домовой Эх, я сразу знал, что это неправда Домовые в городе не живут Они, как и я, деревню любят Просто мы не знали, как вас примирить поскорее А нам этого очень хотелось И у вас получилось Дорогая, докладываю Операция домовой завершена Уборка тоже почти Мы пришли к мирному соглашению И теперь на чердаке будет магазин Матроскина Я возражаю У нас на чердаке будет студия Шарика А я, как благородный блогер Уступаю место для дурацкого магазина Не-не-не, там будет бесполезная студия Нет, там будет никому не нужный магазин На тебе, получай, мой чердак Да у меня еще прадедушка тут жил Ах, перемирие было недолгим Не волнуйся, дорогая Я люстру крепко прикрутил Ух, ну и жарищ, а Шарик, ты почему читаешь? А что же мне остается, если ты у меня телефон отобрал? Я сказал чердак разбирать, а не бездельничать Так я и разбираю Вот тут в книжке пишут про волшебный цветок Тот, кто его найдет, получит суперспособности Эх, был бы у меня такой цветок Я бы те завалы одной левой разобрал Балбистый Шарик Волшебных цветов не бывает Бывает, просто никто про них не знает Книга-то вон где валялась Это ты здесь без дела валяешься Некогда мне с тобой спорить Чердак убери! Да ты просто боишься, что я прав Что? Ладно, Шарик Если ты этот волшебный цветок найдешь Я тебе дам... Неделю отпуска Нет, две Да хоть три Но если выиграю я То ты не только чердак разберешь Но ты и грядки прополешь Идет Ты посмотри Ну лишь бы не работать, а? Ой, не знаю, Матроскин Шарик даже обед пропустил Такого раньше не было А давай мы ему поможем этот цветок найти Правильно ты, дядя Фёдор, говоришь А то кто мне чердак разбирать будет? Только его поволшебней бы надо сделать Девчонки, поможете? Голчонок, и ты давай лети Здрасте Явился, не запылился Матроскин А ведь я выиграл Поздравляю Вот твой приз Эй, мы так не договаривались Я волшебный цветок нашел У меня теперь суперспособность есть Знаю, знаю Ты теперь супер балбес Да я сейчас эту посуду силой мысли В раковину перенесу Значит суперспособность у меня другая Какая-то Волшебный цветок Дай мне силу Я невидимка Шарик, я тебя вижу Я суперсильный Я умею ходить сквозь стены У меня железные лапы Матроскин, он же не успокоится, пока не найдет эту свою суперспособность Да нет у него никаких суперспособностей, дядя Фёдор Ну значит нету Поздравляю, Матроскин, ты выиграл Ну ладно Крятки можешь завтра сделать Ну только хватит уже в облаках летать Летать? Точно Я же ещё и летать не пробовал Вот он Арика, а ну слезай оттуда И не подумаю Я свою суперспособность нашёл И всем докажу, что летать умею Я за матрасом Арика, рождённый гявкать летать не может Матроскин, не мешай Ага Волшебный цветок Дай мне силу Нет Я лечу Лечу Батроскин, ты видел? Вот она, моя суперспособность Теперь-то ты признаёшь, что я выиграл Ладно, Шарик Ты выиграл Ура! О нет Как же я теперь летать буду? Матроскин, пяточки почеши, а? Да нет У тебя никаких суперспособностей Ура! Ну вот, готово У тебя просто руль разболтался Спасибо, дядя Фёдор Ты такой классный! Классный? Упс Здорово, дядь Фёдор Я тебе гостинцев привёз Спасибо, Шарик Да, Матроскин интернет теперь только по выходным включает А мне выходных не даёт Да, я думаю, у тебя пока поживу А интернетов в какой комнате у тебя больше, а? Дядь Фёдор, ты куда? Я же тебе штаны ещё привёз Твои любимые Матроскин их зашил! Спасибо, Шарик Ого, дядя Фёдор Как же ты так штаны порвал? Ну, я уже и не помню Так я же на видео всё снял Сейчас покажу Шарик, стой! Внимание! Сейчас будет трюк Ой! Я заснял! Я заснял! Вот это прыжок! Это ещё что? А вот я помню, как он на дерево залез И тут! А пойдёмте лучше чай пить Ты же с дороги Устал, наверное Проголодался Это можно А то я сегодня одни пирожки ел С капустой О, а это что за девочка? Наверное, вполне не похоже Это не девочка Это я в детстве О, можно посмотреть? Нет, то есть, да Но там ничего интересного А тут печенье вот с миндалём, с кокосом С картоном С картоном О, а Враг побеждён! Подожди, это что, каша? Хо-хо-хо-хо! Классный костюм! А что за песенка? Хо-хо-хо-хо! Эй! Шш! Дядь Фёдор, а почему Шш-ш-шш? Это жмей! А свинки, они хрю-хрю-хрю говорят Такой маленький! Хо-хо-хо! А-а-а! Смотри, как... А-а-а! Ну, дядь Фёдор мы не досмотрели ещё Да, там ещё столько фотографий! Это было последнее И вообще, чай стынет А мне ещё уроки делать Переходный возраст Очень больно Нет, ни капельки Вот у нас простоквашина На него постоянно всё падает Книги это ещё что? Вот однажды он... Не надо, Шарик, я сам! А ты чего такой? Не в настроении? Не с той лапы встал, да? Шарик, я с той лапы встал Могу хоть на руки встать Хопа! О-о-о! Ух ты! А ну, дай-ка я тоже Попробую Ха-ха-ха! Опа! Опа-оп-оп-опа! Хе-хе! Классно! Оп-оп-оп! Сальто-морталя! Ах так! Давайте! Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, сильно головой ударилась. Сделала модную прическу. Или лучше написать новый лук? Точнее, будет фикус. И зелёный тебе идёт. Спасибо, дядя Фёдор. Ох, схожу за шваброй. Ай! Эх, дядя Фёдор. Матрёшкину опять твои штаны зашивать. Эээ... Это у меня новый стиль такой. Дырявые штаны называется. А что? Ходит же с дырками на коленях. Так и напишем. Дырявый стиль от дяди Фёдора. Хвостатым подписчикам точно понравится. Шарик, стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, матроскин, а этот хлам тебе зачем? Это не хлам, а будущая тачка, чтобы ботву возить. Поищу ещё лыжные палки, вместо ручек приделаем. Ого! Смотрите, какая штуковина классная! О! Это же кинопроектор. Посмотрим какой-нибудь фильм. Фильм ужасов. Давайте смотреть фильм ужасов. Эээ... ну... Ужасов? Нет, дядя Фёдор. На такой простыне мы фильм смотреть не сможем. Фух. Ах! 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 Это же... Отличная белая простыня для просмотра. Ах! И мои лыжные палки для тележки. Решено! Вечером смотрим... Фильм ужасов! Ох, не терпится. Я так сильно испугаюсь, что ты... Ну, то есть, что у меня? То есть, что дядя Фёдор? Так, всё! Я вдруг вспомнил. У меня есть кое-какие срочные... Эээ... дела. К сожалению, не смогу с вами кино посмотреть. Ну, пока. Дядь Фёдор! Ну, ты не переживай. Мы тебе с твоими делами поможем. Поможете? Да нет! Нет! Эээ... то есть, ээээ... Эээ... птичка! Ну, птичка! Это же наша птичка! Это же наш галчонок! Привет, галчонок! Шарик! Тебе не кажется, что дядя Фёдор боится смотреть фильм ужасов? А чего боится? Там же сплошные выдумки! Вот у меня однажды реальный ужас был! И никто твою фотографию не лайкнул, да? Нет! Я просто раньше темноты боялся. Поэтому в погреб каждый день на шаг дальше заходил. Ну, то есть, привыкал помаленьку. Так вот кто колбасу в погребе сожрал, а? Шарик! Да ты гений! А мы его натренируем! Представь! Дядя Фёдор входит на кухню, видит блюда на столе, снимает крышку, а там... А-а-а! Пережаренные пироги! Бррр! Жуть какая! Да! Жуть! Пироги! Но знаешь, что ещё страшнее? Вот представь! Ночь! Дядя Фёдор сидит за компьютером и... Нееет! А почему дядя Фёдор кричит «нет»? Фото не загрузилось! Зарядка села! Это же ужас! Кошмар! Шарик, ты хоть один фильм ужасов смотрел? Нет! А ты? И я нет! А как же мы тогда дядя Фёдора к просмотру натренируем? А-а-а! Вот как пугать надо! Не пугать, а тренировать! Значит так, дядя Фёдор, в фильмах ужасов нет ничего страшного! Там грим, спецэффекты и всё не по-настоящему! Шарик Матроскин! Ох! Галчонок! Как же ты меня напугал! Мама! А-а-а! Алло! У вас осталось 7 дней! Успокойся, дядя Фёдор. Дыши, это всё не по-настоящему. Это сон, точно сон. Дарик, ты балбес! Я же говорил, верёвку право надо тянуть, а ты влево тянешь. Всё, я туда тяну. Это ты неправильно тянешь. Эй! Нет, ты! Из-за тебя у нас Мегеровна дёргается, словно на Морвейник села. Запутался. Что-то я не понял. Мы же его вроде пугали, а он хохочет. Может, мы дядю Фёдора поломали, и у него это, шарики за ролики заехали. Я никогда не думал, что бояться может быть так смешно. Спасибо вам, друзья. У вас 7 дней, чтобы забрать посылку. Алло, алло! Ха! Ну что, готовы встретиться с монстрами? Да! Вперёд! Я не боюсь, я не боюсь, я не... Какой милый! Что? Эй! Эй! Кошмар! Кто бобины перепутал? Это ты? Специально? Да вы кинчите это безобразие! Роскин, это самый милый фильм про монстров, который я видел. Смотрите, в сметане! Смотри! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе! Не расстраивайся, матроскин. В следующем году поучаствуешь. Нет, дядя Фёдор, пропустить главный фермерский конкурс, значит, проиграть, а я никогда его не проигрывал! Кубком больше, кубком меньше, ставить всё равно некуда. Тут, значит, у них вот лужайка, тут веранда, а вот знакомься, соседи наши. Здорово, бобёр! Это с кем ты разговариваешь? Капустку конкурсу готовлю. Ей для роста новые впечатления нужны. Сейчас как впечатлиться и станет овощным великаном. Что? Да ты ведь даже не фермер. Я, между прочим, не только грызть умею. Сейчас вот как конкурс выиграю и всем вам докажу. Тьфу! Твоя кочерыжка ни за что не выиграет. Не слушай, дядю, я в тебя верю. Хорошенькая моя капусточка. Матроскин, ну зачем ты так? Нет времени на любезности, дядя Фёдор. Надо овощи увеличивать. Только понять бы как. Сейчас посмотрим. Нет, Тама-Тама, я химикаты никогда не использую. Ух ты! Для овощного великана маловато. Давай ещё! Ой, а куда это Вера Павловна поползла? Эй, кто свет выключил? Моё сокровище! Моя прелесть! Ого, вот это тыква! Матроскин, нам из-за твоей брюквы из дома не выйти! Ничего, через веранду ходить будете. И правда, Матроскин, надо срезать тыкву. Конкурс ты уже точно выиграешь. К чему этот деревенский конкурс, дядя Фёдор? Я теперь мировой рекорд побить хочу. Только нам ещё подрасти надо. Матроскин, отойди. А то что? Шарик, лопатой делу не поможешь. Теперь нам ничто не помешает. Шарик, лопатой делу не помешает. Куда? А ну, марш домой! Дядя Фёдор, Шарик, нужно моих коровок домой вернуть, пока они далеко не ушли. А мы с Шариком тоже уходим. Что? Ну, идите. Со мной, Вера Павловна, и там и там останутся. Нет. Подумаешь, нам и вдвоём хорошо будет. Мировой рекорд побьём. На весь мир прославимся. Ну, а потом праздничный банкет закатим. Да? Думаешь, чересчур? Ну, ладно. Ну, просто бутерброды сделаем. Ну, и всех за одним столом соберём. Только никто не придёт. Ой! Стойте! Вернитесь! Да не нужна мне эта... Матроткин! Матроткин! Вы не верили, что я фермером могу стать? Поздравляю, Бобёр, тебя и твою капусту. В следующем году тоже участвовать буду. Мировой кабачок выращу. Ну уж нет. Победа в следующем конкурсе. За мной! Ух, Матроткин! В этот раз давай без этих твоих овощей переростков. На, клюй на здоровье. Я не жадный. Не то, что некоторые полосатые личности. Вот почему Матроткин бензопилу не купит? Потому что необходимости нет. А топор есть. Если бы кое-кто деньги не тратил на кружки ненужные, то сам бы давно бензопилу купил. Между прочим, кружка бесплатная. Мне её банк подарил. И ещё эту, как её... Карту золотую. Тики-отики-тупы. Шарик, кто ж так с картами-то обращается? На ней же кредитный лимит. Деньги. У меня есть деньги? Да. Но если потратишь, их нужно будет вернуть. Так на сайте написано. Кружку мне подарили и вернуть не требуют. Так значит, и деньги на карте тоже подарок. Железная логика. Шарик, отдай карту, пока не разорил нас. Стой! Стой! Лимит уронишь! Кто там? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Дядя Фёдор, ищи скорее ножницы, пока мы банкротами не стали. Дядя Фёдор, а ты карту мою не видел? Что это вы тут удумали? Уничтожаем твои рокфеллерские забашки. Чего-чего? Рокфеллер, порода такая, богатая. Хоть Рокфеллер, хоть Рокфор, хоть Роттердам. По кредиту всем платить положено. Квитанция вот, от банка. У вас все сроки вышли, между прочим. Отдавать пора! Как отдавать? Мне же банк подарил деньги. Мы говорили тебе, что их не подарили. Отдали в долг. Теперь все вернуть надо. По договору. А денег у нас... Тю-тюй. Ну, раз денег тю-тюй, значит, опечатывать имущество. Сейчас буду. Тойте, может, вы обратно покупки заберете, а коровку мою распечатаете? Покупки заберемся непременно. А корова, сара и веранда, проценты за просрочку платежа. И это все мое. А имущество шарика – это лапы, уши и хвост. Вот их и забирайте. Матроскин, не горячись. Дядя Печкин, мы все вернем. Обещаем. Если не вернете, опечатанное имущество уйдет в собственность банку. Так, а после обеда я у вас конфеты конфисковывать буду. Может, мне у родителей попросить? Они точно помогут. Даже не думай, дядя Федор. Вдруг они тебя в город увезут. Насовсем. Не надо ничего просить. Я в город поеду. Лизовые собаки везде нужны. Или переводчиком устроюсь собачьего. Шарик, не надо никуда выезжать. Матроскин, ну скажи ему. Не поминайте лихом. А деньги я все отдам. Матроскин, надо его остановить. Я за телегой. Вот, передайте банку. А остальное я позже отдам. Если вы в бега намылились, то поспешу вас разочаровать. У нас длинные руки. Дядя Печкин, вот ваши проценты. Шарик, не надо никуда уходить. Стойте, подождите. Это же ваши любимые вещи. Ну, вы даете. Я это... Спасибо. Спасибо, в карман не положишь. Будешь на огороде отрабатывать. Хе-хе-хе. Рубля не хватает. Уважаемый клиент, танцуйте. Вам за погашенный кредит новую карту прислали и лимит увеличили. А к ней термокружка и ручка шариковая. Шариковая. А ну, стой! А расписаться в получении? Вот тебе топор шариковый. И вперед шариковые проценты отрабатывать. Наконец-то, дядя Федор. В этом месяце расходов нет. А все почему? Потому что мы экономили и один пакетик чая три раза заваривали. Просто шарик наш ничего сломать не успел. И даже от графика не отстал. Шарик, у тебя что, совсем шарики за ролики заехали? А как мне по твоему графику все успевать? У меня четыре лапы, а не восемь. Не кипятись, матроскин. Все починим, уберем. Десять литров молока сгубил. Котел для кипячения эксклюзивный уничтожил. Я, может, тоже эксклюзивный, а ты не ценишь. Ты эксклюзивный балбес, шарик. Я из-за тебя разорюсь скоро. Вечно ты всем недоволен. Я вот обижусь и уйду. А у нас не заперто. Иди куда хочешь. Шарик матроскин пошутил. Столько дел переделать за день просто невозможно. У нас с тобой, дядя Федор, на двоих восемь лап. Тут дел на пару часов. Быстро управимся и ничего не сломаем. КОНЕЦ Ой, устал, как шарик. Мы от графика все равно отстаем. На девяносто три процента. Матроскин, может, вернешь шарика? Да сам придет. Погуляет и вернется. Посылку примете? Шарик! Вернулся? Значит так. Сперва идешь в коробник. Я у тебя, матроскин, больше не работаю. Скотч, вы заказывали. Вот какой у меня сотрудник. Все по инструкции делает. С этим полосатым будьте бдительны. Он хитрюга еще тот. Не понял. Шарик, ты почтальон? На-на-на, младший почтальон. До меня ему еще далеко. Но сортировку посылок уже можно доверить. Отойди, дядь Федор, на экскурсию приходи с Гаврюшей. Покажу, как почта работает. Шарик! Матроскин! Матроскин, может, попытаешься вернуть шарика? А зачем? Вон ему там как хорошо. Ну, проблем, конечно, с шариком много. Он находчивый. Кто бы еще додумался на роликах все дела переделать? А помнишь, как он колодец для молока выкопать хотел? А как все банки разом закрутить решил? А как конвейер чинил? Эх, я все понял. Загляну-ка я на почту, дядя Федор. Колбаса докторская. Коньки хоккейные. Галоши резиновые, одна пара. Наконец-то нюх пригодился. Не работа, а мечта. Мы хотим заказать доставку шарика домой. О, эксплуататор полосатый явился. Одна штука. Шарик, хватит вредничать. Это только Печкину положено. А ты еще не Печкин. Чей-то! Ваш блокастый друг теперь уважаемый гражданин. Даю вам, Шарик, повышение. Будете отныне ценные бандероли разносить. У-у-у. Шарик, повышаю тебе зарплату. На чуть-чуть. Даю премию и пирог с капустой. Два. Шарик с капустой не ест. Даю премию три пирога с вареньем и выходной. Два. Две премии. Пироги, выходной и бесплатную. Подписку на автомобильный журнал. Шарик автомобилем не интересуется. Он природу любит. Шарик, я куплю тебе новый гамак и этот, эм, спиннер. Спиннинг. А, и его тоже. Два спиннинга. Сокращенный рабочий день, массаж зубов и рыбалка. И ежедневно. Ой, мне предложить больше нечего. Только извинения. Прости меня, Шарик, за то, что я не ценил тебя, не понимал, как много ты делаешь. Тоже мне предложение. В документах никак это не закрепишь. Прибыли никакой не занимаешь. Берегите его, товарищ Печкин. Шарик отличный сотрудник и друг. Я друг. Патроскин, я согласен. Даже без спиннинга. Хорошо, что Шарик вернулся. С ним работа быстрее пошла. Да, благодаря нашему Шарику идем строго по графику. Надо бы... Подросткин, ну ты же ролики запретил. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.